Новую газовую котельную в Троицке запустят к концу года. Она будет согревать более 20 тысяч квартир и частных домов, а еще около 40 детских садов, школ, больниц. Источник тепла в городе строят по поручению губернатора Бориса Дубровского. Котельная должна заменить Троицкую ГРЭС, которая больше отапливать город не будет. Вот кадры со строительной площадки. Рабочие скоро приступят к каркасу котельной. На сегодняшний день я уже сказал, что готовы практически все земляные работы. Мы заканчиваем бетонирование, подготовку. И я думаю, что в течение 10 дней начнется уже как бы выравнивание этой площадки, чтобы все, что было под землей, оно там и осталось. Каркас котельной будет готов к концу сентября. После этого начнется поставка оборудования. Его уже купили, но оно готово к отгрузке. 300 миллионов рублей на строительство источника тепла перечислят Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ. Еще 331 миллион добавит частный инвестор. Этот инвестор будет в дальнейшем обслуживать и эксплуатировать котельную, а позже и теплосети. Их протяженность 43 километра. Котельную врежут в существующую сеть Троицка. Напомню, нынешний источник тепла Троицкая ГРС уже устарела. В 2014 году там произошла крупная авария. В конце января в мороз вышли из строя три котла из шести. Пришлось закрывать детские сады и школы. Температура в домах опустилась до плюс 13 градусов. Борис Дубровский тогда лично выехал в Троицк, чтобы проконтролировать ремонтные работы. Позже энергетиков оштрафовали за ЧП. А глава региона поручил строить новую котельную с современным оборудованием, чтобы город больше не зависел от устаревшего источника тепла.